Такого форума больше нема ни в одном регионе краины. Сегодня у Гомеля распочался 11-й чемпионат стартап-проекта у молодых предпринимательств. Таким масштабным мероприемство, которое проходит в Белорусском хондово-экономическом университете с поживецкой кооперацией, не было еще никогда. С места подей Марина Джалая. 30 университетов, 57 команд, 5 краин. Представительство университета у чемпионата стартап-проекта у молодых предпринимательств ураживает. Но все закономерно. Мероприемство не только позволяет студентам продемонстрировать свои бизнес-идеи, есть мягчимость сразу узнать инвесторов для их реализации. Команда Санкт-Петербурга проезжает на чемпионаты в Гомель другий год за пар. Лето заняла другое место в своей тематичной лизе. Все лето студенты спадяются на перемогу. Наш проект называется «Здоровое поколение» и он заключается в интернет-сайте, через который мы реализуем продукцию, там книги для детей. Соответственно, получаем прибыль от этого. И сотрудничаем с рекламодателями различной продукции. Все товары, которые мы рекламируем, проходят проверку на качество у нас в лаборатории. С позиции улада у проведения таких форумов – крок до популяризации самозанятости и у выника умоцования экономики региона. Человек, который может открыть властную справу, у основным забеспечивает прационным местам не только себе. Сейчас в Гомельской области работают около 40 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Удельная вага податковых поступлений в бюджет около 20%. Все лето за четыре месяца в регионе свою деятельность начали приблизительно 250 малых организаций. 80 из них створены у сферы витворчества. Кроме того, с начала года зарегистрировано 1600 индивидуальных предпринимателей. В ВУЗе, как правило, учатся ребята с разных регионов. И основная цель, в принципе, у нас, скажем так, обеспечить равномерное развитие, все-таки, стараться экономической территории. И чтобы те ребята, которые отучились здесь, принесли эти знания к себе домой, конечно же. И в том числе в сфере предпринимательства. А это, хотя пока и небольшой, но движок, все-таки, развития нашей экономики. Будем надеяться, что, в принципе, все у нас получится и будет успех в этом направлении. Об поддержке улада при проведении мероприемства говорить и со сцены подчас открытия чемпионата молодей предпринимательства. Вельми важно, что форум мая практичную ориентованность. Подтверждаем свой статус предпринимательского университета. То, что мы готовим наших будущих специалистов успешному предпринимательству. Это раз. Второе. Мы предоставляем возможность работодателям увидеть талантливых, активных молодых людей, которые смогут свои стартапы притворить в жизнь. Все летать былося кардинальное изменение у выбора пироможцев. Судейская коллегия будет вызначать не лепшие команды, а лепшие проекты. Каждый университет выставляет до четырех проектов. И именно соревнования будут проходить между проектами. Очень важным моментом является то, что надо оставить площадку соревнований университетом. Поэтому особое внимание будет уделяться не только проектам, но и университетам. Сейчас в университете завершается поуфинал чемпионата молодых предпринимательства. Литерально про несколько минут пошнутся финальные споборницы проекта. После чего жюри подведут выники и узнагородят лепших. Особный сюжет о переможцах глядите в завтрашних выпусках новинок. Марина Джала, Игорь Маришченко, Тель-Радио, компания «Гомель».